приветствую всех своих подписчиков сейчас у меня небольшой юбилей набралось на тысячи подписчиков да конечно радует меня начали не зря делаю свои видео трачу на это время всем спасибо благодарю всех своих подписчиков за подписку теперь у меня будет видео по ремонту компрессора значит компрессор у нас головка оторвало полностью алюминий так оно было в нее так так оно было во время работы полностью оторвало эту часть пошла запись значит что у нас есть если проходит мотор у них на запас прислали с производства эту головку чем сейчас вина будет разобрать отсоединить вот эту цельную боковину на примере этого ловки я покажу как его разбирать так снимается верхняя крышка сюда прилип гильза бывает он остается там начну так выглядит она изнутри где стоит клапан впускной выпускной он так выглядит она снаружи конечно максимально облегчили алюминий максимально так будто так значит такая гильза гильза здесь сейчас диаметр какой гильза у нас имеет внутренний диаметр шестьдесят девять и шесть миллиметра видно надеюсь видно высота гильза здесь 35 миллиметров головка усилена здесь уже другой размер гильзы это просто просто так вот это все внутри выглядит теперь нам необходимо снять крышку у нас сбоку обычные винты обычная крышка дальше у нас вентилятор вентилятор у нас фиксируется стопорным кольцом который таким образом легко снимается дальше для того чтобы снять вентилятор надо немножечко излучиться дело в том что у нас вентилятор тонкостенный видно нет вот это я снимал вентилятор стой головки то есть нужно начало буду пролазить туда отверткой и упереться постараться вот именно вот в эту часть постараться и отодвинуть если толкать за эту часть то тонкая стенка просто вентилятор отломается то что нужно пролезть и вот так вот отодвигать его таким вот образом упираясь вот эту часть подвигать по-другому его сломать можно вот я сейчас толкаю упираясь нижнюю часть как я показывал сюда вот упираюсь и отодвигаю вентилятор дальше у нас тут стоит для того чтобы снять коленвал этот или эксцентрик тут у нас сверху закручена такая шестигранная боночка стопорная значит очень часто бывает в них подвох ставят по две шестигранной бонки выкрутив первую надо обязательно посмотреть если там 2 тут она есть значит теперь меня будет выкрутить вторую шестигранную эту боночку тут немножко сложно это сделать не хватает ножка места попробуем теперь это дело должно сняться даже снимается это все в принципе обычным съемником у меня такой съемник он уже боевой ремонтированный интересный момент верхняя крышечка болтается и колечко крутится и эта крышечка болтается рано или поздно это дело раскрутилась бы и отвалилась ладно не в этом суть мне сейчас надо это дело снять надо будет на это обратить внимание накрутить вторую часть на компрессоре проверить состояние так таким вот образом она достается так все выглядит дело сторону тут у нас стоит шпоночка китайцы не знаю поставили шпонку и еще зафиксировали шестигранным таким вот упором то чтобы наверно сюда не съезжал она бог не хочу раскрутить эти болты тут у нас обычные два ключика на 8 да еще один момент когда круче мне надо крутить гайку окручиваем сначала гайку а потом выкручиваем винт потому что здесь резьба таким вот образом потом выкручивается вот эта сторона отсюда теперь мне нужно послабить этот винт тут заземление нас прикручено до конца можно это дело не откручивать тут у нас на праве такая вилочка просто уходит сюда и все так меня постоянно перерывают в общем теперь будем снимать туда половину не знаю первый раз такой мотор разбираю еще раз повторюсь ну и все открутили все отсоединили поехала на видео наверно не видно но она поехала она пошла вопрос только она выдвигает заднюю часть у нас ротор выдвигается выдвигается зад что назад выдвигаться нам главное спрессовать из подшипника легким движением руки боковинка снимается и она будет отсоединить провод который идет от мотора шкафу для того чтобы добраться в шкаф мне необходимо его раскрыть так я думаю тут каких-то секретов военных нету да простит меня производитель так значит у нас мотор обязательно перед тем как есть шкаф не забудьте выключить его с розетки так у нас этот средний провод сюда заходит на что самое главное не забыть что куда подсоединен в общем красные провода у нас идут на конденсатор черные провода у нас идут на питание не знаю на видео видно или нет цвета я проговорил я думаю будет все понятно ну теперь мне надо вытащить этот провод и буду разбирать мотор ну теперь мы разбирать мотор